Сегодня прошли публичные слушания по генеральному плану Черкеска. Проектировщики представили свое видение того, какой может стать региональная столица через 10 лет. О планах на будущее города в сюжете Артур Амкце. Город будущего. Каким, по версии проектировщиков, станет Черкеск лет так через 10-20? Своё видение властям республиканской столицы на публичных слушаниях продемонстрировали специалисты Нижегородского научно-исследовательского института, который охватывает 72 региона и имеет за плечами порядка полутора тысяч проектов. Основная проблема, куда развиваться городу. Мы предложили несколько площадок под развитием многоэтажного жилого строительства. И, конечно же, основная проблема – это большая плотность населения и обязательно учёт парковочных мест. Мы постарались тоже это учесть. При создании новой редакции генерального плана был сделан анализ существующей социальной инфраструктуры. Получена информация от профильных служб. Постарались учесть и мнения горожан. Так, по словам экспертов, помимо жилых застроек, Черкесску не хватает детских садов, школ, а также площадей под спортивные объекты. А вот нормативам по минимальному количеству зелёной зоны на одного человека город полностью соответствует. Дело в том, что стратегия развития города Черкеска была пересмотрена в части именно развития жилищного строительства на территории города Черкеска. И обязательно предусмотрены требования по координации территориальных зон на территории города Черкеска. Мы постарались учесть и разработать документ с учётом всех требований законодательства. Публичные слушания по генплану – своего рода информирование о перспективном преображении облика Черкеска. Теперь идеи проектировщиков будут рассмотрены депутатами городской думы на ближайшем заседании. В случае одобрения новая редакция генплана пойдёт в работу. Артур Махцелек Малхожев, Вести, Карачаев, Черкесия. Артур Махцелек Малхожев